МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Все силы и средства приведены в боевую готовность. Наш регион готовится встретить паводки. Акимобласти Ерлан Кушанов провел совещание на гидроузле Самаркандского водохранилища. Наурыс Мирамэ шествует по стране. Организации образования Караганды проводят праздничные мероприятия, посвященные весеннему празднику. Главные атрибуты – праздничные юрты и наурыс Кожи. Впервые в Карагандинской области глава региона Ерлан Кушанов посетил чемпионат мира по рыбной ловле на льду, который проходил на Самаркандском водохранилище. Штормовое предупреждение в связи с паводками объявлено в Карагандинской области. Согласно прогнозам синоптиков, с 19 марта в регионе ожидаются положительные температуры, а также осадки в виде дождя. В связи с этим возникают риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменных участках. Безопасному прохождению паводков особое внимание уделяет Аким области. Минувшие выходные Ерлан Кушанов провел совещание на Тимиртаусском гидроузле. Самаркандское водохранилище каждую весну аккумулирует в себе большой объем воды. Чтобы держать водоем на определенном уровне, избыток воды приходится спускать в реку Нура. Ниже по течению расположено сразу несколько населенных пунктов. Они-то и находятся в зоне риска подтопления. Именно поэтому в паводковый период необходимо держать минимальный уровень воды, заявил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. В паводковом периоде минимальный уровень держать. Ниже уйти не можем. Вы работаете с Арселором? Ниже тяжело быть, потому что Арселор проблема. 20 миллионов, когда большая вода, не спасает. А вот даже этого года объем, то, что ожидаем, мы здесь справимся. 500 миллионов ожидает? 500 миллионов. По сведениям гидрологов и метеорологов, запас воды в снеге насчитывает более 500 миллионов кубометров. Однако синоптики не ждут резкого таяния снега. Прошлый год сколько? Миллиард почти будет. 25 миллиард. Ну и запасы уже снизили 10 мл. И нам будет зависеть, как это будет таять. Да, в течение процессов мы будем процессы отходить. На 21, 22, 23 уже днем включили температуру. То есть ночью минусовые, это хорошо, днем плюсовые, она постепенно затает. Ждем осадки в виде макарсии. Осадки какие? В виде макарсии. На сегодня гидроузел производит сброс воды со скоростью 33 кубометра в секунду. Гидрологическая ситуация в низовьях реки Нура позволяет увеличить скорость, заявили специалисты. И вот мы сегодня напротив села Чкалово, напротив села Садовое и Самарканд, сейчас Нура полностью от льда очистилась. Дальше она идет, Ростовка, Ростовка, Козылжар, Жанаталак. И сверху идет вода с двух сторон, нормально, никаких промерзаний нет. Ночью местами было минус 17-19, и вода там не замерзает, никаких заторов, ничего нет. Сейчас, если что, можно, он до 50, если до 60 пустят, там никаких до Индумака угроз для населенных пунктов не будет. С 19 марта областной департамент по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупреждение. Связано это с повышением температуры воздуха и выпадением осадков в виде дождя. В связи с этим возникают риски формирования талого стока, а также подъема уровней воды в реках. Таким образом, угроза поводка сохраняется, подытожил Ерлан Кушанов. Я в одном согласен с Романом. Поводка опасно сохраняется. Да, сохраняется, поэтому всем надо быть максимально, каждый службе надо быть готовым. Андрей Тен, Аман Кушанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде пассажирский автобус столкнулся с железнодорожным локомотивом. Три человека пострадали. Авария произошла в минувшую пятницу вечером. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автобуса, который выехал на переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Люди не пострадали, посмотри. Врезался. Многочисленные видео с места происшествия мгновенно разлетелись по социальным сетям. В самом центре города маршрутный автобус столкнулся с локомотивом. По предварительным данным, 22-летний водитель маршрутного автобуса в момент совершения маневра на железнодорожном пути в районе кондитерской фабрики совершил столкновение с тепловозом. Три человека с различными травмами госпитализированы в городскую больницу. Среди пострадавших – Елена Гербей. Медики диагностировали у нее множественные травмы. Удара, да, я потерял сознание. Потом, когда очнулась, поняла, что очень сильно болит рука и головой кровь идет. Уже потом приехали, когда полиция, катастрофа или что-то. Они, не знаю, вот они мне, ребята, на руках вынести, потому что я встать не могла, условно, выключиться. И очень сильно болела голова. И вот сюда уже потом привезли, потом уже здесь сразу операцию и сфер. То, что сотрясение, они стали делать вторую операцию. Вот сегодня вторая операция. Восстановлены предварительные обстоятельства аварии. Администрация автопарка номер 3, которому принадлежит этот автобус, сообщила, что водитель работает на предприятии недавно. По мнению полиции, именно он и стал виновником аварии. Предварительная вина водителя здесь будет. И, со слов этого, дорожной полиции. Ввиду того, что профессия водителя автобуса в настоящее время такая непрестижная среди населения, несмотря на высокие зарплаты, тем не менее создается дефицит кадров именно водительского состава. Несмотря на это, автобусным паркам дано заверение, что в настоящее время будут проведены работы со всем водительским составом на предыдущем соблюдении правил дорожного движения, а также уже сочинены требования к вновь приходящим. Сегодня Елена Гербий готовится ко второй хирургической операции. Она призналась, что после случившегося опасается передвигаться по городу на маршрутных автобусах. Теперь я не знаю, как он на столе с ним. Уже на зеркало остался. Миром Гульсал Кимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Красочная праздничная программа состоялась в гимназии номер 92. На празднование Наурыз собрались учителя, школьники и родители. Мероприятие запомнилось интересными музыкальными номерами и увеселительными играми. Праздничная программа в честь Наурыз началась с древнего и важного обычая казахского народа – бата беру. Благословение, данное старцам, несет в себе огромную значимость. В этих словах кроется надежда на то, что народ всегда будет жить в изобилии, дружбе и единстве. Директор 92-й гимназии Куланшар Сейтымбетова отмечает, при организации торжества они пытались показать неразрывную связь человека с традициями и обычаями, уходящими корнями в далекое прошлое. Мероприятие получилось красочным благодаря совместным усилиям родителей и учителей. Члены подучительского совета, родительские комитеты, все вместе празднуем этот праздник с нашими детьми, с нашими учителями, с нашими соседями. Поэтому с этим праздником мы поздравляем всех тарагандинцев. От праздновать Наурыз были приглашены родители школьников. Несмотря на свою занятость, они стараются не пропускать школьные мероприятия. Я многодетная мамочка, поэтому, конечно, я посещаю все мероприятия в разных школах, в садах. В этой школе учится моя дочь, мне очень нравится. Вообще уровень этой школы. Я рада, что сегодня очень много деток, родителей и чувствуется праздник. Все гости остались под большим впечатлением от праздника. На протяжении всего мероприятия звучали зажигательные песни. А важнее всего то, что сами школьники смогли перенестись в прошлые века и почувствовать дух главного весеннего праздника. Для них были организованы множественные национальные игры. Мероприятие не обошлось и без угощений. Все присутствовавшие отведали главное плюдо праздничного дастархана – Наурыз Кожье. Товжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Яркую программу в честь праздника Наурыз подготовили и в школе Мурагер. Ученики школы удивляли гостей мероприятия своими талантами. Каждый из гостей смог отведать Наурыз Кожье, насладиться музыкальными номерами и полностью окунуться в атмосферу праздника. Наурыз – один из самых древних праздников тюркского мира. Он олицетворяет собой обновление природы, единства народа, свет и доброту. В Казахстане принято приобщать детей к празднованию Наурыз со школьной скамьи. Каждая из школ пытается выделиться на фоне остальных – красочной праздничной программы, увлекательными играми и красивыми театральными постановками. В этом году лидером в этой гонке стала школа Мурагер. Впервые за последние годы здесь провели масштабное торжество, приуроченное к главному празднику весны. У нашей школы всегда, каждый год есть уже давно сложившаяся традиция празднования Наурыза. Но в этом году наша школа по-особому празднует этот праздник. Это благодаря нашему новому руководству школы. И нужно сказать огромное спасибо родителям нашей школы, которые поддержали инициативу коллектива, руководства школы. Среди многочисленных приглашенных на праздник были и родители школьников. Некоторые из них проделали долгий путь из отдаленных районов, чтобы увидеть плоды труда администрации школы и своих детей. Меня пригласили на этот праздник, и я с радостью приехал из Актугайского района, чтобы стать частью этого торжества. Этот праздник пришел к нам от предков. Это дар, о котором не стоит забывать. Я очень рад, что масштаб традиционного мероприятия увеличился. Хочу выразить благодарность администрации школы за приглашение. С особой ответственностью к организации праздника подошли ученики школы. Для них Наурез является самым добрым и красивым праздником, который символизирует крепкую связь человека и природы. Из глубины истории нашей земли к нам пришел этот праздник Наурез. Это праздник нового дня, этот праздник цветений и обновлений, этот праздник земли и человека. Многочисленных гостей мероприятия угощали национальными блюдами, в том числе и главным традиционным блюдом – Наурез кузже. Школьники порадовались всех своими яркими выступлениями. В каждой из семи юрт был накрыт богатый дастархан. В этот день все от мала до велика радовались наступлению весны. Наурез не только сплотил представителей трех разных поколений, но и заставил их забыть об обидах и посмотреть в Новый год с надеждой на лучшее. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Еще одно мероприятие, посвященное празднику Наурез, состоялось и в детском саду Гаухар. Мероприятие под названием «Эз Наурез» прошло для воспитанников старшей группы «Хазгалдак». Воспитатели сумели раскрыть потенциал детей через танцы, постановки и национальные игры. Празднование Наурез в детском саду Гаухар сопровождал древние казахские обычаи шашу. У казахов есть поверье, что сладости, подобранные во время шашу, приносят в дому дачу изобилие. Этим замечательным обычаем маленьких девочек обучили воспитатели детского сада. В садике Гаухар нравственно-патриотичному воспитанию детей уделяют особое внимание. Этот праздник детям дает, что дети воспитываются патриотизмом, воспитываем детей, воспитываем детей в дружбе друг к другу, в дружбе народов, проживающих в нашем Казахстане. Потому что все народы, которые проживают в нашем Казахстане, знают, что такое праздник Наурез. И с удовольствием участвуют в наших праздниках, утренниках. На утреннике дети выступали для особенных зрителей – своих родителей. Взрослые отмечают, на каждом мероприятии они убеждаются в том, что в садике работают профессионалы своего дела, которым удается подготовить детей к мероприятиям лучшим образом. Мне очень здесь нравится. Я благодарна всем воспитателям, всем преподавателям. Потому что заметна работа воспитателей, преподавателей. Дети, хоть мы и русскоязычное население, они понимают казахский язык, уже сами начинают разговаривать. Я здесь бывала уже на утреннике. Мне нравится, как дети подготовлены. В ходе мероприятия дети порадовали своих мам, пап, бабушек и дедушек забавными постановками. Больше всех зрителям запомнилась постановка про известного сказочного персонажа Алдара Кусе. Также дети продемонстрировали свои танцевальные навыки. В завершении родители, дети и сотрудники детского сада собрались за праздничным Дастарханом, чтобы вместе отпраздновать начало Нового года. Токжан Лянова, Арман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроз, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием Атлант. Сегодня в Центре здорового позвоночника Атлант прием ведет один из ведущих атлас-специалистов из Санкт-Петербурга Владимир Бочиновский. Смещение Атланта – это самая распространенная родовая травма. До определенного времени она не дает о себе знать. Ситуация может усугубиться различными травмами малоподвижным образом жизни. Правку первого шейного позвонка можно проводить детям с трех месяцев. В клинике Атлант проводят лечение по уникальному безоперационному методу. Сегодня прием ведет один из ведущих атлас-специалистов – врач-реабилитолог из Санкт-Петербурга Владимир Бочиновский. К нам приходят различные пациенты. Эти пациенты имеют различные проявления этого беспокойства. Это могут быть и головные боли, это могут быть и головокружения, это может быть нестабильное артериальное давление. Это могут быть, например, нарушения осанки, боли в пояснице, в шее, между лопатками. То есть различные проявления остеохондроза, которые тоже часто возникают как следствие травматизации предшествующей и формирования подвывиха. Вот со всеми этими беспокойствами к нам приходят пациенты. И когда мы при диагностике выясняем, что у этих пациентов есть подвивив первого шейного позвонка, то его устранение – это первый основной этап восстановления этих пациентов. Процедура поможет избавиться от головной боли, болей в шее, суставах, спине. Пациентами медицинского центра являются и карагандинские шахтеры. За два с половиной года работы лечение в клинике уже получили порядка двух тысяч человек. Среди них и карагандинка Людмила Васильевна Васюк. Два десятилетия она страдала болями в пояснице. Традиционное лечение приносило лишь временное облегчение. Узнав о медицинском центре «Атлант», она тут же обратилась за помощью. Первые сеансы процедур Людмила Васильевна получила три месяца назад. И за эти три месяца, конечно, у меня, вы знаете, у меня скованность движений прошла. Я стала более энергичной, у меня боли ушли со спины. Вот чувствую себя, конечно, я летаю. Вы понимаете, у меня легкость движений, и вот я летаю. И, конечно, я очень благодарна. Спасибо большое врачам. Лечение в клинике ведут с помощью швейцарского аппарата. Он пока единственный в республике. Сама процедура проходит в три этапа – диагностика, коррекция, дополнительные проверки. Полный курс лечения займет порядка полугода. Особенностью вот этой технологии, которую мы используем, является то, что чаще всего бывает достаточно однократного воздействия. То есть вот это вибрационное воздействие, оно позволяет снять мышечный спазм, и он не возвращается. Ну, если, конечно, пациент соблюдает определенные рекомендации, которые мы им даем. Но иногда все-таки приходится делать повторные процедуры. И это случается в случаях или пациентов старшей возрастной группы, когда человек прожил с этим подвигом практически всю свою жизнь. Или, скажем, это дети, сильно травмированные в родах, например, дети с детским церебральным параличом. Жизнь без таблеток и лекарств возможна, заявляют атлас-специалисты. Медицинский центр «Атлант» расположен по адресу улица Ерубаева, 58. Прием проводится по предварительной записи по телефону 365-00. Андрей Тенн, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сборная команда России стала победителем 15-го чемпионата мира по рыбной ловле на мормышку со льда. Впервые чемпионат состоялся в Карагандинской области на Самаркандском водохранилище. В мировом первенстве приняли участие команды из 13 стран. Заключительный этап соревнований посетил Акимобласти Ерлан Кушанов. В чемпионате мира, проведенном на водохранилище в Темиртау, приняли участие команды из 13 стран. В город Металургов приехали спортсмены из России, Швеции, Финляндии, Украины, Беларуси, Норвегии, Монголии, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. По условиям соревнований от каждой команды состязались по 5 человек. Каждый ловил рыбу в своей зоне. Территорию льда разбили на 5 секторов. Все участники имели возможность бурить неограниченное количество лунок. На ловлю отводилось 3 часа. Рыбу ловили на мотыля. Стоит отметить, что Казахстан уже в третий раз принимает у себя подобный чемпионат. Самаркандское водохранилище стало настоящим открытием для многих рыбаков-профессионалов. Как известно, вода в озере замерзает, образует толщину льда более метра. Здесь обитают окунь, платва, лещ, ерш, щука, судак и другие виды рыбы. Мировой чемпионат не оставил без внимания Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. Он встретился со спортсменами, пообщался с президентом Международной федерации рыбной ловли. Участники соревнования высказали слова благодарности за содействие в организации. По итогам соревнований первое место заняла сборная команда из России, второй стала команда из Латвии и третий – Литва. Казахстанцы стали шестыми. Организаторы заявляют, что весь улов будет направлен в детские дома Карагандинской области. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, первый – Карагандинский. Первая победа в новом сезоне. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» в матче второго тура Премьер-лиги на выезде обыграл кустанайский табол со счетом 0-1 и увез из Кустаная свои первые три очка. Игра началась спокойно. Команды обменялись хорошими шансами, но до опасных моментов дело не дошло. Первый тайм завершился с нулями на табло. Во втором отрезке матча горняки активизировались, опасно исполняли стандарты и заслуженно повелись в счете. В одной из атак капитан нашей команды Евгений Тарасов нанес прицельный дальний удар 0-1. До конца игры счет на табло остался неизменным. Ну, мне рассказывали, я бы не знал, какая погода. Но погодные условия были на самом деле непростые. И ветер сильный, и состояние газона. Еще раз повторюсь, у нас команда опытная, ребята нацелены в этом сезоне на достижение результата. Меня это радует, я вижу, что есть команда, мы только создаем ее. И эта игра в том числе подтвердила, что мы идем в правильном направлении. Таким образом, «Шахтер» заработал свои первые три очка. Следующую игру «Карагандинский клуб» вновь проведет на выезде. 31 марта в Уральске горняки встретятся с игроками местного клуба «Акжаик». Дома болельщики увидят свою команду 7 апреля на матче с Петропавловским «Козылжаром». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый «Карагандинский». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин